Друзья, 18 октября пришла пора укрытия крупнолистной гортензии, будлея Давида и гибискуса, китайской розы. Технология отработана, арматура, спанбот 60-ка, а вот как правило, чем мы низ, чтобы ветер не разнес и не размотал спанбот, камешки, арматура, железка, сейчас вот появились такие скобочки металлические, очень удобно. Во-первых, эстетично, потому что камни могут придавливать наши луковичные весенние, замотали мы нашу будлею и просто элементарно протыкаем спанбот. Он очень хорошо фиксируется, крепится, видите, никаких камней, никаких железочек, все очень удобно. Поэтому всем советую скобы крепежные, садовые использовать. Очень легко, удобно для женщины, ничего не надо напрягаться, усилия прилагать. Если какие-то там камешки, просто утаптывайте ножкой и все. Так что руководствуйтесь. Конечно, друзья, поздновато, но решили перенести сюда два куста пионов травянистых, можно сказать, молочно-цветковых. Хорошо, они пересадку переносят, но поздновато. Но тут без вариантов. Еще раз напоминаю всем, кто говорит, что у нас плодородная почва. Вот так вот у нас плодородие выглядит. Арматура, кирпич, бетон и все прелести строительной свалки. Приходите помогать. Потому что впереди и ноябрь. Тут осталось 10 дней до ноября. Нам нужно обрезать крупнолистную гортензию. Девочки сейчас обрезают листья. Исключительно листья. Оставляя на верхушке одно-два междуузли с листочками. Обрезаем метельчатые гортензии. Приходим. Я покажу, как хосты обрезаем все до основания. Анимоны осенние. Ромашки. Чистец шерстистый. Но хоризонтемы пока подсветут, постоят. Потому что все хоризонтемы это наши русские октябринки. Октябрь подходит к своему завершению. И, конечно, основные работы в саду. Это обрезка санитарная формирующая. Удаление всех остатков зеленых многолетников. Приведение сада в порядок. Чтобы по весне мы не возились в грязи. Алексей сейчас делит у нас хоризонтему новобельгийскую. Чудесная такая высокорослая хоризонтема. Устойчива к мучнистой росе, к полиганию. То есть мы ее даже не подвязывали. Многие хоризонтемы, или как в народе называют их октябринки, страдают и мучнистой росой, и полиганием. Но, как правило, это результат того, что сажается не на активное солнышко в полутень, или под деревья, или плохой состав почвы в глину какую-нибудь, или же избытка азота, или же, ну азота, неважно, минерального, там карбамита, мячная селитра по весне. Еще хуже, когда вы вносите не полностью перепревший перегной, или же навоз. Для хоризонтем это очень критично. Они могут или сгореть, погибнуть, или же будут заваливаться и болеть мучнистой росой. Поэтому не пренебрегайте особенностями выращивания хоризонтем. И сажайте обязательно на солнце регулярный полив. Почва плодородная. И будет у вас вот такое цветение, как у нас. Сегодня 19, сегодня 20 уже октября. Вот октябринки, они оправдывают свое народное название. Цветут, цветут и цветут. Выкапываем наши гелениумы. За несколько лет они разрослись. Мы будем делить и сажать в шахматном порядке. Опять же, вдоль стены этой белой. Очень красиво. Во-первых, плотная зеленая масса создает вертикаль. И оранжевые, желто-оранжевые цветы, которые, начиная с конца июля, август, сентябрь, радуют нас своим цветением. Цветы могут быть как оранжевые, бордовые, красные, желтые. Сажаем на солнышко исключительно. В тени, полутени будут страдать мучнистой росой, вытягиваться. У нас здесь прям солнышко-солнышко. Весь день. Почва плодородная. И вот куртинки у нас вот так вот разрослись. Делим кусты пополам, может быть, на три части, в зависимости от объема этой куртины. Завтра перекопаем вот эту вот линию. Привезем сюда тележек 40-50 почвы плодородной. Помешаем ее с песком. И посадим в шахматном порядке. Замечательное многолетнее травянистое растение гелениум. Если сажаете правильно и соблюдаете законы агротехники, а это солнышко, регулярный полив, плодородная почва, то цветение долгое и продолжительное. Вам обеспечено. Поскольку очень сильные дожди идут, очень много влаги, конечно, желательно старый спонбот, который использовался там у вас на розах, крупнолистных гортензиях, или же в саду огурцы, томаты были накрыты под дугами. Лучше постелить, чтобы лишнюю грязь по территории сада своего не разносить. Так вы выкопали, поделили. Вся эта земля на спонбоде осталась. Вы потом все это аккуратненько взяли, стряхнули, и у вас ваши дорожки и ваши газоны все в идеальном порядке. Вот так вот, легким движением руки, а вернее ноги, один гелениум превращается в два. Прекрасно. Друзья, субботник начался. Укрываем наши крупнолистные гортензии и рододендроны. Как-то очень рано приходит холод, близится зима, родики и крупнолистную гортензию укрываем. Убрали все слабые атоничные побеги. Снизу, как вы видите, обрезали до верхушек листья. Листья обязательно удаляем до верхнего одного-двух междоузлей листиков. Две пары листиков, две пары почек или три мы оставляем, чтобы по весне у нас как раз здесь закладываются на верхушках цветочные почки. Они уже заложены. И чтобы они перезимовали, обратите внимание, чтобы металлическая конструкция не примыкала к верхним почкам цветочным. Или же это все замерзнет. И кроме зеленой массы ничего у вас не будет. Но здесь вот то же самое. Рододендроны цветут на побегах прошлого года. В этом году, вот смотрите, отсвели и уже на следующий год заложили бутоны. Вот эти бутоны нам нужно максимально сохранить, чтобы на следующий год у нас это было яркое, пышное цветение розиков. Это вечно зеленые, поэтому без укрытия они в средней полосе у нас не зимуют и не живут. Если вы не будете рододендроны укрывать, то цветение вы не дождетесь. Укрываем. Сегодня 21 октября. Это прям вот предел по времени. Укрываем. В ночь обещают до минус 4. Слава Богу, дождь прекратился, который весь октябрь у нас идет безостановочно. И есть возможность все это в сухую погоду укрыть. Еще раз показываю. Снизу вверх мы обрезали всю листву. Девочки, все цветы взяли себе в сухоцветы на бутоны дома. Вот такая у нас красота. И Катюшка у нас красавица. Есть. Осень, осень, дождя нет. Ветра нет, ветра нет. Самое главное, никуда не улетает, как в том году, помните? Ловили. Но у нас еще все впереди. Друзья, беленькая, всегда нарядненькая, как я говорю. До весны наши любимые крупнолистные гортензии, рододендроны. Здесь у нас новые садоводы появились. Замечательная Надюша обрезает наши хосты. Убираем, чистим. Готовимся, друзья, уже к Пасхе, чтобы у нас все было нарядненько, чистенько. Делаем все осенью, в октябре, в ноябре. Вот. Приходите на наши субботники. Мы еще до ноября будем трудиться. В ноябре будем обрабатывать сад железным купоросом. Укрывать будем наши розы попозже, когда уже будет снег, холода. В прошлом году, 26 ноября, мы сажали, как вы помните по сюжетам, кто смотрел, мускарики откапывали сугробы 26 ноября и в мороженую землю сажали. Прекрасно они цвели вот в этой вот части вокруг древовидных гортензий аннабель. Аннабель мы уже подрезали, почистили, оставили крепкие мощные побеги по 20 сантиметров. И аннабель у нас чем хороша? Тем, что она цветет как на побегах вот этих, которые мы оставили этого года. Ну и основная масса побегов будет новая. Если вы до основания застрижете, ничего страшного. Или там снег поломает на вашем участке. Ничего страшного. новые побеги зацветут и будут вас радовать. 21 октября деревья уже окрасились в яркие желто-оранжевые наряды. Но многие травянистые растения многолетники еще радуют своим зеленым цветом. Те же маргаритки, примулы, ноготки. Вот такая вот красота. Надюша, вот герои нашего субботника. Приходите на наши субботники. Садоводы уже такие закоренелые, которые все знают. Им можно ничего не говорить. Они сами берут и делают. Работы продолжаются. Обрезаем все хосты. Укрываем магунью подоболистную. Клен японский. А здесь у нас кипит работа по посадке гелениума. Работает Георгий и Михаил. Наши труженики. Ямы уже все выкопаны под гелениум. Вот такая красота. Открываем частично наш сад. Гелениум поделили и улучшаем плодородие почвы, завозя новую землю с песочком. И, конечно, поделили, потому что они разрослись. так. Ну, вот наши звезды. А, вы выходите совсем? Нет, не совсем. А, я еще одну тележку приготовила, поэтому можете еще за одной. дай. Все. Так. Ну, вот у нас марсианские хроники. Тут же все убираем, чистим, чтобы беленько-нарядненько было не только внутри композиций наших, но и чистой дорожки. Вот такие вот у нас укрытия. Магуни укрыли, крупнолистную гортензию. Друзья, хочу сказать, что сад это не только пестики и тычинки. Это точная математика, потому что интервал между посадками должен соответствовать замыслу, а не так. Куда получилось, туда и воткнули. Прежде чем что-то такое придумать или начать рассаживать, пересаживать, точно понимаете, как это будет потом на следующий год или же когда вырастет это растение выглядеть. Вот у нас гелиониум он высокий до полутора метра высоты. Интервал здесь достаточный для того, чтобы он развиваться хотя бы в ближайшие 3-5 лет мог свободно друг друга не угнетая. Обязательно рассчитывайте точно интервал и глубину посадки, потому что если вы сейчас в зиму посадите и у вас корневые шейки будут над поверхностью, растение замерзнет. Если заглубите, растение по весне может выприть из-за таяния снега, потому что здесь вот у нас лавина с крыш сходит и очень долго лежит вот эта ледяная масса снежная. зелененькая всегда нарядненькая. Осенью, конечно, работ великое множество. Что-то нужно скомбинировать, что-то омолодить, рассадить. Вот здесь композицию мы все мечтали посадить, чтобы у нас линия была из пионов. это травянистые, молочно-цветковые и топионы. Не путаем с сотой гибридами лилий и топионы. Друзья, выкопали георгины. Что мы делаем? Они у нас просохли, положили вот в эти горшки. Засыпай, Саша. Все засыпали песком, убрали в подвалы или в прохладное помещение, где температурный режим будет плюс 5 градусов. Следующий засыпай. Все. Не миндаль, ничем. Засыпали и все. Это будет теперь храниться у нас до весны в подвале. Все. Он уже хороший был такой, молодой. Весь пошел тут. Ты даже снимаешься. Я уже не кедр Друзья, наша замечательная Юленька привезла нам вот таких кедрушат. Полгодика. Боже мой. Надо сказать, что вырастает до 50 метров. Смотрите, какие. Это я погорячилась годик-два. Полгодика. Ну, значит, у нас есть шанс дождаться, когда они заплодоносят и вырастут. А плодоносить кедр начинает на 60-й тире 120-й год. Друзья, себе года не прибавляем, но подождем, будем надеяться. Чем удивительно, плодоносить начинает на 60-й год. Шишка приблизительно имеет длину до 20 сантиметров. На дереве может сразу формироваться до 500 шишек. И, конечно, кедр и кедровые орешки это как женьшень. Это кладезь витаминов полезных, биофлавоноидов, чего там только нет. Значит, вот эти вот маленькие детеныши мы сейчас будем сажать. Обязательно на зиму укроем каким-нибудь ящичком или горшочком, чтобы снег его не раздавил, потому что он, конечно, такой вот детеныш. Приходите в наш Раевский сад, посмотрите. А еще у нас посажено, куплено сосна веймутова. Удивительное растение хвойное. Мы в ботанический сад и в аптековский огород, когда ходили, вот смотрели на эту сосну и не удержались. Хвоинки наимягчайшие, наинежнейшие. И, конечно, вот она небольшое растение, но будем надеяться, тоже укроем, чтобы снег не раздавил вот эту красоту на зиму. И будем надеяться, что она у нас хорошо приживется и будет вот этой своей голубой с зеленой хвоинкой, такой серебряной, радовать нас. Так что в коллекции у нас хвойных прибавляется. Это и гель из леса обыкновенная. Застригаем ее плотненько каждую весну. И она вот такая вот набивная. Вдоль ограды у нас посажены сербские елочки. Их порядка 80 штук. И мы живую изгородь решили из них сделать. Вот у них особенность у этой сербских елочек такова, что нижняя сторона хвои голубая, серебряная, а верх зелененький. Вот по зимой это смотрится удивительно. Приходите в наш сад полюбоваться нашими кедрушатами, нашими растениями. У нас здесь очень живописно и мы рады всем и каждому. хвои. Продолжение следует... Продолжение следует...